Фильм Жанна-Марии Давида Из цикла «Неизвестные собаки» Северные охотничьи собаки Экстремальные условия жизни в Северной Скандинавии стали причиной появления мощных примитивных собак, почти не изменившихся со временем. Эти шпицы – выдающиеся охотники. Семейство входит норвежский лукхаунд, очень крепкая собака, охотник на лося, финский рыжий шпиц и карельская медвежья собака. Они вызывают все больше интереса у французских любителей. Карельская медвежья собака – это примитивная северная собака из группы шпицев. У нее присутствует целый ряд характерных особенностей примитивных собак. Например, туловище практически квадратное. Высота в холке примерно равна длине туловища. В нашем случае речь идет о суке, так что ее туловище немного длиннее, если говорить о стандартных пропорциях. Карельская медвежья собака относится к тем породам, длина туловища которых ненамного отличается от высоты собаки в холке. Судя по измерениям, делавшимся во Франции, разрешенный допуск не превышает 5%. Как бы собака не выглядела внешне, длина туловища вряд ли будет отличаться от ее высоты более чем на 5%. Размеры, рекомендуемые стандартом, составляют 52 см холке для сук и 57 см для кобелей с разрешенным допуском в 3 см. В длину собака должна быть чуть больше. Голова типичная. Прежде всего, она типична для примитивных собак, формой черепа и морды. Линии прямые, параллельные, они четко разделены кончиком носа. Уши поставлены высоко. Внутренняя часть ушей покрыта шерстью. Лапы сильные, мускулистые. Грудь доходит до уровня локтевого сустава. Задние лапы с наклонными плюсами. Грудная клетка мощная. Хвост поставлен высоко. Ориентирован вверх, свернут кольцом. В этой породе он всегда ориентирован вверх. Лежит или на спине, или на бедре. А крас всегда черный. Практически всегда отмечаются белые пятна, хотя они и не являются обязательными. Белые отметины имеются в разных частях туловища. Как и в нашем случае. То есть на концах лап, на конце хвоста, на голове. Расположение и размер белых пятен всегда отличаются. Он никогда не бывает симметричным. Шерсть у северных собак очень густая. Практически невозможно обнаружить участки, не покрытые шерстью. Так как эта порода стала популярной именно в Финляндии, ее издавна приучали охотиться на медведя и на лося. В Скандинавии и Финляндии северных собак использовали на охоте на протяжении многих веков. Эта охота, как и для всех примитивных собак, напрямую зависит от типа дичи. Но в условиях севера человек попытался натаскать своих собак именно на крупную дичь. Во Франции эти собаки используются в основном для охоты на кабана. Вдали от Скандинавии, в Диуа, при горях Веркор, месье Буфье вместе со своей карельской собакой выслеживает кабана. Карельская медвежья собака очень послушная. Она прекрасно живет в квартире. Хотя ей, конечно, нужно чуть больше места, потому что ей нужно отдыхать. Она отличный охотник, просто незаменимый. Карельская собака легко поддается дрессировке. Для начала мы посадим кролика в клетку и поставим перед ней. Она сразу начнет лаять. Потом мы отправимся в лес и как только собака обнаружит дикого кабана, она пометит место и начнет лаять. Собака точно знает, что от нее нужно. Она очень хорошая щейка и быстро находит дичь. Это собака, которая отлично ладит со всеми другими собаками. Хотя, если посадить вместе двух карельских кобелей, они сразу сцепятся. С карельской медвежьей можно охотиться и на кабана, и на оленя, но лучше всего она идет за диким кабаном. КОНЕЦ 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 Принцип охоты примерно такой же, как на птицу. Нужно прочесать лес, определить направление ветра. У собаки очень хороший нюх. Она чует залегшее животное даже за 500 метров. КОНЕЦ 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 Это собака, которая отлично идет по снегу. Она чувствует себя очень комфортно. Это ее естественная среда. Ей здесь нравится. Собака очень выносливая, может охотиться весь день, без перерыва. Она особенно хороша на диких кабанов. Это очень хитрые звери, предпочитающие густой лес. Когда кабан прячется в кустах, его трудно обнаружить. А собака его гонит, гонит, гонит. Пока, наконец, не выводит на хозяина. Кабан, которого нашла собака, движется. Вот его следы. Он пока не остановился. Эта собака лает только на неподвижную дичь. Пока кабан движется, она молчит. Как только он остановится, замрет на месте. Собака лаем даст знать. Но пока дичь движется, собака молчит. Это очень умная собака. Если она обнаружит дичь в каком-то месте, то, вернувшись через месяц, она снова найдет это место, чтобы его проверить. Карельская медвежья собака очень храбрая. Она никогда не отступит перед своей целью. Если не получается сразу, она вернется, снова уйдет и снова вернется. Она не отстанет от кабана, пока не выгонит его на охотника. Часто бывает, что когда дичь подстрелена, собака начинает драть тушу ради удовольствия, чтобы выплеснуть переполняющую ее энергию. Видимо, такое поведение заложено в психологии собаки. Скорее всего, оно является необходимым для мотивации животного. Карельская медвежья собака, в отличие от многих северных собак, не уходит далеко. Она останавливается, отходит на 500 метров, но потом всегда возвращается к хозяину. Достаточно ее немного придержать, потом позвать. Но ее нужно иногда и отпускать, чтобы собака немного поиграла, выпустила пар. Она побегает, попрыгает, покувыркается, немного отвлечется. Но в конце концов, через какое-то время, все равно вернется к хозяину. В Арденах, недалеко от долины Рода, госпожа Бартолуцци, президент клуба северных собак, рассказывает о любимых финских шпицах своего сына Кевина. Ты знаешь, кто это, Кевин? Кого ты видишь в книжке? Это финский шпиц, такой же, как наш. Это национальная собака Финляндии. Суамен пюстикорва. Они жили еще в эпоху колевалы, древнего финского эпоса. Финский шпиц попал Финляндию в средние века. Скорее всего, он пришел от границ Азии. Это собака из породы шпицев. У нее клинообразная голова, морда вытянутая, сразу видно, что это шпиц. Уши прямые, небольшие и заостренные. Глаза коричневые, миндалевидные, нос черный, крупный. Рикус ножницеобразный. Челюсти должны быть максимально сомкнуты. Это собака, которую можно назвать почти квадратной. Ее высота в холке 47 сантиметров. От кончика плеча до кончика ягодиц ее размер существенно не отличается. Собака должна иметь хорошо развитую грудь, но не слишком большую. Эта собака, которая в целом должна быть небольшой и легкой, так как ей приходится работать в кустарнике, и она должна быть довольно ловкой. Кроме шерсти, у собаки есть достаточно густой подшерсток, особенно в районе шеи. Лапы прямые, вытянутые. Спина должна быть прямой и крепкой. Бедра должны быть прямые. Живот слегка втянут. Положение хвоста сейчас нельзя назвать идеальным, так как хвост – это барометр. Когда собака очень довольна, она держит хвост высоко. Примерно вот так. На спине или на бедре. А когда собака испытывает какие-то неудобства, хвост поджат. Уши очень подвижные. Они тоже барометр. Во Франции никто никогда не решался охотиться с финским шпицем из-за его сходства с лисицей. А лис внимательно отслеживает во всех наших провинциях. Это охотничья собака. Сейчас она пользуется популярностью из-за своей красоты. Хотя еще сто лет назад ее часто использовали в хозяйстве. Шпиц – прекрасный охотник. Он берет любую дичь. Особенно птицу. Для этой задачи их и выводили финские охотники. И в них, безусловно, жив дух охотника. Финский шпиц хорошо делает стойку и своим лаем удерживает птицу на месте. Тоннельность лаю указывает охотнику, какая это птица. Крупная или мелкая, молодая или старая, самец или самка. И точно указывает место, где она прячется. В последнее время тетерев попадается все реже. Поэтому шпицы используют при охоте на другую дичь. Например, на соболя, на кролика, а иногда даже на лося. КОНЕЦ 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 Это собака, которая хорошо плавает. При охоте на утку шпиц отлично справляется с задачей принести упавшую в воду птицу. Это невероятно крепкая, очень выносливая собака. У нее не бывает проблем со здоровьем. Если собака выросла рядом с детьми, у нас и у вас не будет никаких проблем. Она будет настоящим членом семьи. Шпиц, по моему мнению, подходит всем. Отличная спортивная собака, хороший друг. Не слишком большая и не слишком маленькая. Везде поместится. Она может стать маленькой, когда это необходимо. Ее единственный недостаток, то, что она бывает слишком разговорчивой. Это не очень важно. Это иногда утомляет. Благодаря наличию густой шерсти и плотного подшерстка, собака прекрасно ночует на улице. Хотя на диване она будет чувствовать себя уютней. Это ее нисколько не портит и никак не влияет на качество шерсти. Малоизвестный во Франции норвежский элкхаунд совсем не похож на баллонку. Эта собака в основном имеет квадратные пропорции. В целом, ее высота в холке равна длине туловища. Длина туловища измеряется от точки плеча до точки ягодицы. И этот размер должен быть примерно 52 сантиметра для кобеля и 49 сантиметров для суки с небольшими допусками по стандарту породы. Одна из отличительных особенностей этой собаки морфология ее головы. Она относится к семейству шпицев. Ее туловище должно производить впечатление мощи. Окрас песочный с обугленным черным. Морда черная. Хвост посажен высоко и крепко скручен на спине. Мы имеем дело с собакой, которую традиционно использовали для охоты, как правило, в люсистой местности. Ее пытались, насколько это возможно, натаскивать на лося. Для охотников важно, что собака хорошо делает стойку. Это позволяет охотнику занять удобное для выстрела место, пока собака отвлекает внимание животного. Этот способ охоты является наиболее традиционным. По-норвежски это называется осмунд, что можно перевести буквально как несвязанная собака, свободная собака. Охотники часто используют метод, который, возможно, возник позднее. собаку сначала привязывают, а потом спускают. Такие собаки называются банд-унт. В этом случае собаку используют только для того, чтобы найти дичь. Этот способ позволяет идти за раненым зверем. И элкхаунт используется только для преследования. Именно такой способ получил наибольшее распространение во Франции. Это, по-моему, это реконверсион в Франции с этой расой. В верховьях Ду, месье Гардаво, Ель, как раз занимается поиском раненых животных. Он натаскал на эту задачу своих норвежских элкхаунтов и регулярно занимается с ними в лесах жура. Для успешной охоты на раненого зверя нужно научить собаку унюхивать запахи, которые остаются на земле. Я разрыхляю землю ногой, чтобы убрать немного запаха листвы, запах самой почвы. Потом я обильно смачиваю палку кровью. Вот так. И оставляю побольше следов крови на земле. Кровь можно взять любую, например, коровью, еще лучше овечью. Если удастся, то мы используем кровь диких животных. Мы оставляем следы, капли крови, сначала через 10 сантиметров, потом через метр. Вот так. На расстоянии примерно в 1 километр. Здесь я выливаю примерно четверть литра. Давай, ищи, ищи кровь. Хорошо, иди, ищи, ищи. Вот он унюхал знакомый запах крови и пошел вперед. Хорошо, молодец, не торопись, не торопись. Молодец, ищи, ищи, молодец. Это очень спокойная собака, умная, выносливая. У нее крупные лапы, так что она идет вперед довольно быстро. Поиски с элкхаундом хорошее физическое упражнение. Я это очень ценю в собаке. Собака отлично понимает разницу между настоящим поиском и тренировкой. Иногда возникает ощущение, что она это делает, потому что хозяин просит. Только потому, что я прошу. Задание выполнено, закладка найдена, она очень привязана к своему хозяину. Часто бывает так, что в последний момент дичь уходит. Охотник не успевает выстрелить, и тогда он спускает собаку. Если дичь уходит слишком далеко, то собаке не удается сразу ее взять. У меня такое часто бывает. Заканчивается день, я в машине, а собаки нет. Тогда я оставляю куртку около колеса там, где стояла машина, и выезжаю. Я возвращаюсь утром и нахожу собаку на куртке. Молодец, молодец. Вставай, пошли. Это собака, которая любит жить в семье. Она очень привязана к детям. Насчет других животных хозяину тоже не стоит беспокоиться. Собака ходит по двору, играет с лошадьми. Она отлично ладит со всеми животными. У меня никогда не было проблем. Собака забирается в сарай, чтобы поискать кусок мяса, если он там есть, но она никогда не тронет курицу. Никогда. В целом это очень смелая, очень крепкая, очень выносливая собака. Она прекрасно адаптирована к жизни в лесу. Они всегда со мной в лесу. Они не против гулять со мной сколько нужно, хоть каждый день. Вне зависимости от породы, у этих собак есть общая черта. Это примитивные собаки, они по-прежнему очень близки к природе. Это делает их прекрасными охотниками, ведь они результат многовекового естественного отбора. Они обладают удивительной выносливостью, зорким глазом и потрясающим мюхом. Они не упустят ничего, ни одной мелочи. Они также прекрасные товарищи, но это надо заслужить. Эти собаки имеют установить с человеком отношения на раму. Они очень быстро поймут, что безусловный вожак стаи это вы. Если они вас приняли, они доставят вам много радости. прозрач прозрач и у по заказу в студии ЮСИМ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok